Вкроем книгу «Исход». Вот я хочу взять это место сегодня как бы базовым. Я некоторое время назад, когда, поскольку я лично, в отличие от Олега с Галиной, не знаком с Теритери, то есть я не был на ее уроках, семинарах, мы просто с ней познакомились, просто общались вместе, обедали один раз. Я как-то взял ее книжку, называется она «Тихая песнь», «Беззвучная песнь поклонения». И я наткнулся, потому что вообще, ну, те, кто в нашей церкви знают, что я очень сильно интересуюсь вот этой темой, и поскольку в Айхопе тоже это практикуется, вот эта беззвучная песнь, я стал ее читать, и там есть одно местописание, которое Бог мне очень сильно коснулся, потому что я стараюсь вообще очень много в Писании изучать мест, которые говорят о тишине, об остановке в своей жизни, о единении с Господом. Вот. Но вот есть одно интересное место, на которое я как-то, я не то, что его не знал, но я не обращал внимания на это местописание, а вот в этой книге оно является ключевым в одной главе. Вот. Но если вы эту книжку читали, я это не буду рассматривать как Терри-Терри. Вот. Я это рассмотрю так, как Бог мне показывает. Вот. Хотя как-то обратил я внимание на это место именно читая ее книгу. И вот откроем книгу «Исход», 7 главу. И вы помните, что это место, которое говорит об исходе Израиля из египетского рабства. И вот здесь в 15 стихе Бог говорит Моисею. И я напоминаю вам то, что события Ветхого Завета – некие духовные образы того, через что мы сегодня с вами проходим, и с чем мы сталкиваемся. Мы – верующие Нового Завета. То, что у них было в видимом мире, с нами происходит в невидимом мире, а иногда и в видимом мире тоже. И вот исход, 7 глава, 15 стих. Вот Бог говорит Моисею. Подойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде. Ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою. И скажи ему. «Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне, но вот ты доселе не послушался». Я хотел бы взять для проповеди эту фразу «отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне». Вот именно с этих слов я хотел бы, чтобы мы и начали. Вот это первое собрание нашей конференции «Бездну призывает конференции молитвы и поклонения Господу». И я, когда молился, читал это местописание, я как бы увидел в этих словах три части. Причем я начну не с начала, а начну с середины. Вот в середине, чтобы он совершил мне служение. Вот это первая часть. И я сам в служении, в служении проповедника, в служении пастора нахожусь уже в этом году, точнее к концу этого года. У нас в декабре будет 25-летие церкви, и у нас будет там праздничное служение. И вы знаете, когда мы говорим о служении, чаще всего мы думаем о собрании, миссии, музыкальный отдел, проповеди, конечно, семинары, конференции. То есть почему-то вот в нашем сознании это чаще всего подразумевает некую сцену. Причем неважно, это видимая сцена, это невидимая сцена, но вот некая сцена, на которой ты находишься и к кому-то обращаешься. Когда мы говорим о мощном служении, сильном служении, это прозумевает множество людей, которые приходят, происходят чудеса, происходит исцеление. И вот мы думаем, да, вот это служение, вот это слава Божья. Вот это вот по-настоящему служение, да, к служению. И вокруг этого всегда очень много ажиотажа. Все мы хотим массового служения, большого служения, влиятельного служения, чтобы как бы не зря прожить на земле свою жизнь, не зря проходить в церковь. А там, где ажиотаж, там всегда очень много профанации. Я абсолютно убежден, что очень многие из вас, вы не просто живете жизнью вашей церкви, но вы также живете жизнью христианского мира, которая сегодня очень доступна через интернет. Мы можем тут же знать, что где происходит, какой проповедник там когда развелся, там кто там что совершил, где там какие конференции произошли, где какие чудеса, где какие библейские школы, прочее, прочее, прочее. Очень много, очень много всевозможного. И, к сожалению, очень много грязи, очень много негатива, очень много, что печалит сердце, очень много, когда между христианами происходят столкновения, споры, распри, разногласия. И порой мы так хотим вот этого великого служения, вот люди, чудеса, что... я верю в чудеса, я верю в исцеление, но я абсолютно убежден, что все это строится не на лжи, это должно строиться на правде. Вы знаете, я очень долго думал, прежде чем сказать сейчас, но все-таки я скажу, потому что это так или иначе касается нашей церкви, и многие прихожане нашей церкви в курсе того, что происходит, когда некоторое время назад облетел как бы интернет-ролик от двух верующих, там получилось исцеление, встала с инвалидной коляски и пошла. И много-много лет эти люди были частью нашей церкви, членами нашей церкви. И если как бы не знаешь их, не знаешь того, что произошло, это как бы так выглядит. Вау, здорово, Бог касается, люди встают, люди идут. Но когда знаешь эту историю и когда все это понимаешь, что вы знаете, кроме как скорби, печали и грусти, это ничего не вызывает. Потому что когда мы знаем это и мы видим людей после исцеления, мы думаем, Господи, как же ты так можешь исцелять, что люди после исцеления выглядят хуже, чем когда мы их видели последний раз. Я уж не говорю про каких-то там неправды, которые там были сказаны ради эффекта, не знаю ради чего. Но когда вот мы сегодня звонили им, то вот эта женщина, она так не выходит из дома, сейчас ей вообще плохо, и вызвали сиделку, и я думаю, Господи, зачем же вот этот такой шум, зачем же ажиотаж, что вот исцеление, вот встали из инвалидного кресла, зачем это все нужно-то? Это выглядит эффектно. Но когда это все начинаешь, вот зачастую ты понимаешь, никакого исцеления не было. Один человек, служитель, сказал мне, Виктор, ну может быть и не было, зато это поднимает веру других. А я не знаю, как это можно поднимать веру других, основываясь на лжи. Неужели, чтобы нам поднять нашу веру, нужна ложь? Нужна неправда. И этого очень-очень много. Я помню в свое время, когда встретился с людьми, которые изучали очень популярное служение исцеления, и показали документы, что оказалось, никакого документально зафиксированного чуда за много лет этого известного служения исцеления не было. Что все эти многие случаи оказались просто профанацией. Хотя в современном христианском мире это не просто великие служения, это пример служения. Вот так надо действовать, вот так надо служить, вот так вот. Но вот на этих людей надо равняться. Я скажу вам честно, я очень много лет из своих 25 лет пастырского служения равнялся на это и шел за этим. Пока однажды я думал, Господи, ну нельзя же все время обманывать самого себя, говорить есть на то, что нет, говорить, что исцелился, когда исцеления нет. И однажды у меня просто встал вопрос, вообще Бог, а ты есть? Почему самые громкие, самые сильные вещи, которые сегодня мы видим в служении, окажутся просто пшиком? А может, его и нет вообще? А мы пытаемся придумать себе его, придумывая чудеса, придумывая всевозможные исцеления. Получается, кому мы с вами служим? В пустоте? В нашем фантазии? Которые ничего совершить не могут, кроме вот этой профанации? Неужели так? Тогда зачем все это? Или лучше нам просто все завершить, сказать, ну, пойдемте по домам? Пока однажды, вот когда я читал одно, то есть местописание, вот смотрите, здесь написано, чтобы он, народ, да, совершил мне служение. Я помню, однажды Господь меня коснулся и показал, послушай, Виктор, основа и главное направление настоящего служения – это я. И если люди, служение толпам на отцы, часто выживают ажиотаж, вызывают такое вдохновение, то когда говоришь о служении ему, ну, думаешь, ну, это же само собой ему. А кому же еще? Нет, дорогие, это не само собой. Потому что Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Божие, правда его, все остальное приложится. Царство Божие не само собой прикладывается, это именно то, на чем мы должны быть сконцентрированы. И главное, центр любого настоящего христианского служения – это только Он и никто другой. Служение мне. И тут же вспоминается одна история из Евангелия. Давайте откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Посмотрите. В 10 главе, в 38 стихе, знаменитая история. Я очень часто на нее проповедовал в свое время, но вы знаете, некоторое время назад Господь словно по-новому мне показал эту историю. В продолжении пути пришел Он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую, часть которой не отнимется у нее. Вы знаете, все, что у нас есть, однажды отнимется. Мы долго молили и собирали пожертвования для этого здания, но однажды это здание отнимется и мы не будем в этом здании. Все, что есть у нас, машины, дела, костюмы, одежда, все, все однажды отнимется, но есть что-то, что не отнимется никогда. И об этом говорил Иисус. А что же не отнимется? То, что поняла Мария, которая просто сидела у ног Иисуса. И мы очень часто пытаемся сделать очень многое. но прежде мы не пребываем у Него. Поэтому вся эта конференция будет посвящена прежде всего, а как же пребывать в Его присутствии? Просто-напросто, как сидеть у ног Его? И вот это то, что Господь, вот после 25 лет моего пастерского служения, учит меня просто сидеть у ног Его и просто пребывать. Когда я помню, однажды я почувствовал, я должен уйти со всех этих каналов телевизионных и перестать так много колесить по разным странам со своими проповедями, так я очень долго, много лет ездил, чтобы просто пребывать у ног Его. Просто сидеть. Марфа здесь показывает часто современный христианский мир в большей своей части. Много чего делается. И все вроде бы вокруг Иисуса. И все связано с Иисусом. И все во имя Иисуса. Но вот что-то не устроило Иисуса. Не было вот этой связи. Просто глаза в глаза, лицо к лицу, сердце к сердцу. А Он это хочет больше всего. И прежде всего. Благая же часть это Мария, которая была едина со Христом. Это не означает, что служение Марии это сплошная пассивность, а Марфа это такая религиозная активность. Мы читаем дальше, что Мария тоже служила Иисусу. И там дальше идет история, как Мария взяла сосуд салавастровый, с маслом, и разбила, и вылила все на ноги Иисуса, и отерла волосами. И Иисус сказал, то, что она сделала, будет сказано везде, где проповедуется Евангелие. Но разница вот этой активности Марии, разница, отличие от служения Марфы, то, что служение Марии рождается от единения. И оно вроде бы похоже, но оно одновременно совершенно не похоже. И иногда даже кажется, что ты ничего не делаешь, но это неправда. Мария – это не та, которая ничего не делает. Она на самом деле делает и делает самое главное. Самое главное. Некоторое время назад у нас, у служителей, у прославления родилось такое желание, мечта, чтобы определенную часть нашего здания отдать не под какие-то административные, миссионерские отделы и прочие-прочие-прочие, кабинеты, а иметь место, которое было бы посвящено тому, чтобы 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Там люди не делали ничего, просто сидели у ног Иисуса. Молились Ему, пели Ему, поклонялись Ему, читали в молитве Писания, иногда хлопали, иногда сидели в тишине. И мы так рады, что мы буквально не так давно уже закончили это место, потому что там нужна была звукоизоляция полная, чтобы там можно было в любое время суток орать, кричать, плакать, петь, и это бы никому не мешало. Потому что я считаю, что именно в таких местах и рождается служение, то служение, которое Бог желает. Потому что если мы посмотрим на служение, которое сегодня происходит в христианском мире, служение, которое просто часто атакует друг друга, проповедники и христиане, которые постоянно наезжают друг на друга, сплошные столкновения, разногласия, целые конференции проводятся о том, почему та церковь неправильная, или то движение неправильное, а наше правильное и идет, знаете, брат на брата. Но то, что я считаю важным, это просто, прежде всего, быть с ним. И тогда многие наши вопросы, многие наши разногласия, столкновения, они просто снимутся, просто разрешатся. Мне очень нравится у Зинаиды Миркиной, это вдова Григория Померанца, у нее есть такие строки, что делаю, да ничего, впиваю Бога моего, пью этот световой настой, вдыхаю сердцем Дух Святой. О, если б я сказать сумела, что в мире нет важнее дела, чем это, если б я смогла сказать, как мелки все дела, без этого, все наши битвы, без этой истинной молитвы проиграны, хоть гром побед сопровождал их сотни лет, что делаем? О, Боже мой, учусь Твоей любви, не мой, учусь Тебе, он научи, чтобы из глаз стекли лучи, чтобы из слов струился свет, заливший весь позор, побед. И вот я очень хотел бы, в принципе, наша конференция посвящена этому, как же пребывать у ног Иисуса, потому что служение Ему, не просто служение во имя Его, а именно служение Ему, пребывание с Ним, это определенная духовная практика. Практика тишины, практика созерцания, практика поста, практика уединения, практика гусли и чаши, о котором тоже на этой конференции будут говориться. Практика. Вы знаете, я с удивлением обнаруживал, общаясь со многими людьми, не христианами, что их не сильно в последнее время тянет в церковь, как это было, например, в начале 90-х. Но у них осталась духовная жажда, но почему-то они ее чаще всего восполняют где-то на Востоке. йога, медитации, там разные восточные учения. Я помню, когда общался, спрашивал, почему, почему с вашей духовной жаждой вы идете не в современные церкви, а идете куда-то в восточные религии, идете в восточные практики. И мне сказали, понимаешь, говорит, пастор, вот там не просто говорят о Боге, а там показывают некие практики, как с этим Богом соединиться. А в церкви же в основном учения, теологические учения о Боге. Причем они в разных церквах не совсем похожи. Тут немножко так, тут немножко так. То есть мы учим, 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 и при этом как бы само собой подразумевается, что духовная эта практика у нас в кармане, что все мы ее знаем, все мы ее понимаем. А это на самом деле не так. Все, что мы проводим, часто учим, наставляем, что-то друг другу втюрхиваем, пытаемся что-то кому-то объяснить, что-то кому-то доказать. А как же духовные практики? То, что было, мы видим в первом христианстве, то, что мы читаем у отцов в церкви, то, что мы читаем у многих-многих христианских мистиков, именно духовные практики. Вот мы хотим как раз на этой конференции не просто вам делиться теологическими всякими раскладками всевозможными. Давайте поговорим о духовных практиках. Как же переживать, познавать его? Поэтому не случайно я на этих семинарах буду говорить не о всевозможных учениях или прочем-прочем. Я хочу поделиться вот то, что работает в моей жизни. Мы пригласили Терри Терри для того, чтобы именно поделиться вот этими духовными практиками, как со всеми жаждущими, желающими, так и конкретно с группой прославления. Потому что я абсолютно убежден, это мое личное мнение, что в современном христианстве прославление переживает определенный кризис. С ростом технологий, с ростом мастерства что-то как будто теряется. Так много вроде бы классных профессиональных песен. Песни настолько стали профессиональными, что уже порой оказывается на некоторых конференциях трудно петь эти песни, потому что нужно немало учиться, чтобы их петь. И ты сидишь и думаешь ну молодцы. Ну просто молодцы. Так прославили Бога, что я за вами не успеваю. Не могу это своим даром за вами поспеть. Такие молодцы. Но ведь что интересно Иисус ищет поклонников в духе и в истине, да? И мы понимаем, что по сути такими поклонниками должны быть все. Даже члены группы прославления. Но иногда профессионализм бежит быстрее. Я не то, что против профессионализма, ну знаете, у меня у самого жена оперная певица. Скажу не без гордости. Но это же не значит, что чем выше твоя колоратура, тем у тебя ближе отношения с Господом. Какой-то другой секрет. Можно классно петь и потрясающе играть. И определенная эмоциональность отсюда приходит. Но если мы считаем, что эмоциональный кач это и есть его присутствие, тогда давайте разойдемся и пойдем просто на концерты классных групп, где тоже не слабый эмоциональный кач. Я люблю иногда ходить на концерты, я люблю Борис Борисовича Гребенщикова, но я хочу помимо концертов поклоняться, и для меня церковь это не место, где тот же самый кач просто с христианской тематикой, для меня это не концерт, где я просто слушаю что-то большее. Я, будучи молодым пастором, помню все 90-е годы, и у нас староверы нашей церкви помнят об этом, как мы смеялись над всякими монахами, отшельниками, которые когда-то уединялись, как нам было смешно, мне теперь стыдно за многие свои насмешки, потому что я понял, почему люди хотели не просто красоты церквей, прекрасные иконы, там, рублев и позолота, они хотели что-то большего. У нас нету позолоты, у нас нет золотых врат, но мы тоже можем так сильно сконцентрироваться на внешнем, и за этим внешним, и за вот этим служением этому внешнему, упустить саму суть. Как же это сделать? Вот мы будем говорить на этой конференции, что все должно начаться со служения Ему, лично, каждого из нас, служения Ему, а все остальное оно приложится. Кому-то лавастровый сосуд, кому-то еще что-то Бог найдет. В этом мы различны, у нас разные дары, разные призвания, но то, что соединяет всех нас, это важность и необходимость вот просто бытию его ног и внимать, служить Ему и никому больше. Вторая часть этого стиха, смотрите, вторая часть этого стиха, я продолжаю разбирать исход 7 главу 16 стих. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Мы говорили совершить ему служение. Я начал с центра. Теперь переведу к началу. Отпусти народ мой. В чем сложность, казалось бы? А потому что нас кто-то держит. Нас кто-то держит. И сдерживание в этой сфере намного сильнее, чем во всех остальных. Как фараон держал израильский народ, не пуская их совершить Богу служение. Точно так же сегодня есть фараон. И самое это неприятное. Хорошо бы этот фараон был какие-то беды, какие-то демоны, которые бы нас держали, или даже сам дьявол. Но проблема в том, что фараон живет внутри нас, живет в нашей жизни. Фараон, который именно сдерживает нас к тому, чтобы идти и сесть у ног Иисуса Христа. вот смотрите 93 Псалом 11 стих. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. фараон это прежде всего даже небеса, это наши мысли, наша суета, постоянные какие-то повседневные дела, заботы. Потому что, к сожалению, очень часто суета является характеристикой нашего мышления. Постоянные какие-то мысли, постоянно что-то все время думаешь, думаешь, думаешь. Я родился, вырос в этом городе, это мой родной город, и родной для меня район, это Вис, Верхесецкий район, родная улица Краволя. Я помню, когда мы там жили, там у нас был универсал через дорогу, вот, и тогда только-только построили дома, и вот в эти новостройки 71-го года въехали мои родители, и там я появился. И в эти новостройки въехало много молодых семей, и поэтому там были примерно дети одного возраста, мы друг друга знали, вместе там играли во дворе, вместе дружили, и все знали, там этот вот тот, это там колька с пятого этажа, и у нас во дворе был один Федя, и все его звали сумасшедший Федя, но дети очень жестоки, у Федя у Федя на самом деле были проблемы с головой, в чем они выражались, выражались в том, что Федя все время шел, и куда бы он не шел, он все время шел и громко разговаривал вслух, вот он идет там в магазин, а вот это продавщица, а я говорю, и это продавщица, а вот она сказала, то есть он идет и все время что-то говорит, у него постоянный поток каких-то мыслей, 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 а вот сказала, а вот говорю, вот это, вот это, вот это, и он все время их говорил, говорил, и мы говорим, там сумасшедший Федя идет, его сразу было слышно, это сумасшедший Федя, мы смеялись, издевались, ну ребята, дети к сожалению жестоки, потом как-то раз, я помню, шел, и у меня какая-то была сложная ситуация, я иду, и вот думаю, так, а почему он так сделал, а вот он так мне сказал, как он имел я ему так и так сказал, а он как будто меня услышал, и вдруг я заметил, что я очень сильно похож на сумасшедшего Федю, разница лишь в том, что Федя озвучивал свои мысли, а у меня они внутри, но то же самое, те же самые мысли идут в голове, я что-то там спорю, а он сказал, а я ему в ответ, а вот это, 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 и вот это постоянная, постоянная суета, мы постоянно в чем-то находимся, постоянно в голове, ну то, что написано в Писании, Бог знает, твои мысли суетны, и постоянно, постоянно, ну там кто-то вслух, а кто-то про себя, ну все время, все время, все время, все время, все время, все время, и когда часто мы начинаем искать Господа, у нас куча своих мыслей, и вы знаете, самое порой сложное, пробиться через вот эту толщу этих своих суетливых мыслей к Нему. Когда мы молимся, особенно, когда происходит молитва тишины, молитва созерцания, помните, как-то мы были с Дианой, с моей супругой, и мы сидели, общались, была небольшая группа верующих, и тут мы сказали, давайте будем молиться, мы начали молиться, и потом так произошло, как мы сказали, давайте сейчас просто какое-то время побудем в тишине, обратимся к Богу в тишине. Мы сели в тишине, а одна из верующих была нам обращена, она не так давно верующая была, и мы сели, и мы не так долго-то были в тишине, минут 10, наверное, но к концу 10 минут она сказала, подождите, подождите, я не могу уже сидеть. Я спросил, а в чем дело? Она говорит, я не знаю, мы сидим 10 минут, что мы делаем, я понять не могу, столько же дел, столько забот, там у меня ребенок ждет, а мы тут что-то сидим, и я вот сижу, я не могу сосредоточиться, вы на чем сосредоточиваетесь, я не знаю на чем, у меня куча всяких мыслей, я просто взорву сейчас, если мы не будем разговаривать. Я сразу вспомнил одно из моих любимых произведений у Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», где там была такая помещица-коробочка, которая, общаясь с Чичиком, все время что-то ему говорила, и Чичиков сказал, матушка, вы лишь бы глупа, либо говорите, лишь бы что говорить. Точно так же мы верующие, мы часто говорим, лишь бы что говорить. У нас так много мыслей, причем, вы знаете, часто вот эти вот разговоры, они совершенно ни о чем, потому что тишина нас очень часто угнетает. и мы говорим там, находится с человеком, и начинаешь, ой, слушай, а как погода там, вот в вашем городе, как погода, вот вы приехали, как у вас там погода? Да мне все равно, какая там у вас погода. К тому же, если вы из Тагила, я могу догадаться, не сильно отличается. Ну, не молчать же нам. Поэтому я что-то спрашиваю, чего меня не интересует, а ты что-то отвечаешь, понимаешь, что меня это не сильно интересует. Вроде бы и заполнили молчание. Поговорили, называется. Христианское общение. Но когда люди влюблены друг в друга, они могут сидеть очень долго, соприкоснувшись слегка головами, и молчать. И хотя они молчат, внутри очень интенсивное общение. Так вот, мне иногда кажется, что наши молитвы это заполнить шумом пространства. Мы к Богу говорим, 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 говорим. Боже, проблема там у тебя с работой. И ты говоришь, Господь, дай мне работу. Боже, дай мне работу. Господь, дай мне работу. Боже, мне очень нужна работа. Ты знаешь, Господь, мне нужна работа. Ты понимаешь, не ради денег, но и ради денег тоже, чтобы действительно тебе приносить, Господь, и самому хорошо питаться. потом дай мне хорошую работу, чтобы она была так же интересной, чтобы я ходил на собрание, мне нужна работа, Господь. Это мы называем ходатайство. Интересно, что когда мы читаем Нагорную проповедь Христа, Иисус учит, и не будьте многословны, как язычники, и в современном переводе говорится, потому что они думают, чем больше слов, тем лучше их Бог слышит. Мы думаем, не как язычники. Господь, ну ты знаешь, мне нужна работа, ты понимаешь, мне нужна работа по имени Иисуса Христа, мне нужна работа во имя Отца Святого Духа. Нужна работа. И, как говорится, промаливаем дальше. Но когда мы попробуем оказаться в тишине просто пред Богом, может, Он что, скажет в сердце твое? Это начинает угнетать, потому что тишина хороша только между влюбленными, которые близки друг для друга душами. А посторонним надо постоянно заполнять паузы массой ненужных пустых слов. И вот эта суета, она сдерживает, она превращает молитву в не молитву, а просто в абракадабру из речи. И часто эта молитва, она не насыщает твою душу, не наполняет, не вдохновляет тебя, превращается в обряд. Я вам должен признаться, много лет в моей жизни именно молитва была самым скучным делом служения. Я любил музыку, я любил проповеди, я любил всякие учения. Даже пожертвование было приятней, хоть и накладней. Но молитва. Я понимал, Господи, я люблю Тебя, знаю, что надо, знаю, что надо. Не хочу, но Тебе зачем-то это надо, поэтому, Господь, дай мне работу, Ты знаешь. Я должен Тебе платить десятину. И вот эти все моменты наступают, да. И когда там, знаешь, такие книжки, сладость молитвы, чудное время, я думал, вреть дальше чудное время, я знаю, это чудное время, когда ты молишься, молишься, думаешь, Господи, пять минут прошло, я думал, час. Потому что эта молитва стала частью нашего обряда, нашего ритуала. Как порой музыка, даже очень профессионально, часто это ритуал. Пока все соберутся к началу проповеди. Все опоздавшие, можно начинать. Но когда мы поймем, что такие молитвы никому не нужны, и прежде всего ему, что на самом деле молитва — это взаимоотношение с Ним, то что же нас удерживает от этой молитвы, от этой суеты, это постоянная какая-то... Не случайно, смотрите, во втором послании к Коринфянам Павел говорит в 10-й голове 4-й стих «Оружие воинства не нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, имени спровергаем бесов и демонов и пленяем дьявола». Нет? Не так, бесогоны. Ими не спровергаем замыслы и пленяем всякое, смотрите, не просто негативное, всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Вот вырваться из лап фараона, из лап суеты, постоянной вот этого озабоченности, понять, что нужно пленить это все в послушании Иисусу Христу, что он часто сдерживает кучу дел, постоянных каких-то, причем забот святых часто по служению, по проповедям, по миссионерству, по поездкам. У меня было так долгие годы. Вы знаете, очень интересно, отцы церкви такое приводили сравнение. Для меня это по-новому открыло местописание «Чистые сердцем Бога узрят». Я раньше думал, что это говорится о святости. Конечно, святость важна, но это местописание не о святости. «Чистые сердцем Бога узрят». И вот они такое приводили сравнение. Это как пруд, где должен осесть ил. И когда ил осаживается, тогда можно четко видеть дно сквозь воду. А если там вода взбаламученная, много ила, то ничего не видно. Это все равно, что когда где-то на море утром приходишь, и вода чистая. За ночь отстоялась, весь там песок ил осел, чистая вода. Вечером приходишь на то же самое место взбаламутили отдыхающие. То же самое место дна не видно. Такое драгоценное точно так же и мы, освященные, омытые кровью Иисуса Христа. Но когда мы наполнены всевозможными заботами, всевозможными суетой, у нас вот так, вот так, вот так, вот все внутри, вот так вот. И потом мы приходим, так, Господь, давай, быстро. Пытаемся, а ничего не видим. Хотим увидеть Его, ничего не видим. Думаешь, Господи, я святой, я очищенный, праведный, новое творение во Христе Иисусе. Альфа, первое, не последнее, начало, не конец. Начинаем эти все говорить исповедание, тараторить. Но вот эта суета, поймите, должно время быть, чтобы она осела. И когда это вдруг оседает, ты успокаиваешься внутри. Внутри весь этот ил осаживается. Вода становится чистой. И ты начинаешь видеть. Блаженные, чистые сердца. Ибо они Бога узрят. И третья часть, смотрите, третья часть этого стиха. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, последнее слово. В пустыне. Я посмотрел, в пустыне, в Писании, это слово используется 363 раза в синодальном переводе. То есть, в принципе, на каждый день года хватит пустыни. Но есть вот одна глава. Давайте откроем Евангелие от Марка, первую главу. И там это слово используется несколько раз. Причем в разных значениях. Оно показывает, что же там происходит, что это за пустыня и что там происходит. Марк, Евангелие от Марка, первая глава, третий стих. Смотрите, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямым сделайте стези ему. Самое первое, что такое пустыня, пустыня, где звучит его голос, где исправляется путь от твоего сердца к его сердцу. Что же еще происходит в пустыне? Четвертый, четвертый стих этой же главы. «Явился Иоанн, крестьян в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов». Пустыня – это место покаяния и очищения. Тоже необходимо, потому что без святости никто не увидит Господа. И именно там, на Иордане, в пустыне иудейской крестился Иисус. И в этой же главе двенадцатый стих говорится, когда он крестился, Иисус, в пустыне, немедленно после того Дух ведет его в пустыню. Опять в пустыню. «И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему». И вот вы знаете, что происходит в пустыне. Вот именно там, где мы пребываем в единении с Ним, очищаются, то есть сначала проявляются, а потом очищаются наши мотивы. Как Иисус, когда Он был в пустыне, пришли эти три знаменитых искушения. Первое. «Скажи, чтобы камни сделали с хлебами». Это искушение материальными ценностями, тем, что больна современная церковь. Второе искушение, когда давай бросься с крыла храма вниз ангелы понесут тебя. Второе искушение чудесами, а Он не делает, так мы сами начудим. Третье искушение, когда дьявол показал Ему царство мира и славу их и сказал, все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Вот это искушение славы. Для чего тебе знать Его? Чтобы выйти таким красивым в белом костюмчике на сцену? Махнул рукой люди падают, другой рукой белые лебеди плывут? Смотрите дальше, что происходит в пустыне. 14 стих. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповеду Евангелие Царства Божьего. Вот тогда Он пришел и тогда сила Божья была. И мы читаем здесь об исцелениях. Так началось Его публичное служение. Чудеса, но они родились там, когда Он уже прошел это очищение. И вот 35 стих. А утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился. Пустыня – место уединения и общения с Богом, где нет никого больше, только Ты и Он. Причем, это не просто какое-то размышление о Боге, изучение. Это прежде всего соприкосновение с Ним. Вот это то, что я хочу, чтобы было на этой конференции в жизни каждого из нас, чтобы мы могли соприкоснуться с Ним, так как еще никогда не соприкасались. И вот теперь давайте откроем 41-й Псалом, 8-й стих. Именно из этого стиха мы взяли тему нашей конференции. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих. Не нашим голосом. Этот голос словно идет откуда-то изнутри. Бездна бездну призывает. Я читал много толкований этого места Писания, и практически все говорят, одна бездна – это Господь, безграничность. Вторая бездна – наш дух, наше сердце. Потому что соединяющийся с Господом один дух с Богом. Как-то во время одной из воскресных проповедей я просто брал масло и брал воду. И когда воду с маслом сливаешь, как бы ты ни баламутил, со временем все равно масло и вода разделяются. почему? Разная природа, разная плотность. Но когда сливаешь масло и масло, оно сливается. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. У нашего духа единая природа с ним. Поэтому и поклоняющиеся Богу могут поклоняться только в духе и в истине. Вот это удивительное слияние. Я читал стихотворение Зинаиды Миркиной, у него еще есть такие строки. Послушайте. Сизый вечер, тусклый вечер, ветром тронутая гладь, можно только бесконечным бесконечное узнать. Тишина во всем просторе, сердце тонет в тишине, бесконечность в сизом море, бесконечное во мне. Когда ты представишь себе, что внутри тебя есть бесконечность и бесконечность вокруг тебя и между бесконечностью вовне и бесконечностью внутри ты находишься. И одна бездна словно взывает к другой бездне. И сливаясь, происходит что-то, что нельзя высказать словами, нельзя использовать для того, чтобы получить духовный авторитет. Вот почему я не верю всевозможным рассказам об откровениях, которые придают людям такой великий вес, потому что о настоящих духовных переживаниях практически невозможно сказать. Это больше слов, это бездна. В какие слова ты это внестишь? Не случайно апостол Павел и говорит о себе так в третьем лице скромно знаю человека, который не знаю в теле или не в не теле не знаю Бог знает был восхищен до третьего неба. Помните во втором послании Коринфянам и что там произошло? И он слышал слова, которые человеком пересказать невозможно. То, что происходит это невозможно пересказать. Я помню однажды, когда я сидел на полу, это было за городом недалеко от Екатеринбурга и Божье присутствие так сошло. Я сидел помню и я плакал и думаю Господи я столько лет проповедую тебе но когда приходит твое присутствие я понимаю я вообще никому ничего не могу рассказать. И тут не имеет значения мое красноречие, мое теологическое образование. Ты больше любых слов если даже мы соединим русский и английский и французский и испанский Бог больше всех оттенков языков этого мира как это передать это все равно что у Ильфа и Петрова есть рассказ об Эллочке и людоедочке словарь Шекспира 10 тысяч слов словарь племени племени тумба-юмба 300 слов Эллочка обходилась 30 и вот представь себе как передать да у нее были там слова парниша мрак помните да как передать какое-нибудь стихотворение Шекспира языком Эллочки и людоедочки любое стихотворение я вас любил любовь еще быть может моей душе угасло не совсем но пусть оно вас больше не тревожит я не хочу печалить вас ничем как бы сказала Эллочка и людоедочка парниша мрак но язык у нее такой какой бы стихотворение ты не взял у Эллочки и людоедочки разные стихи звучали бы примерно одинаково а тут всего два языка Эллочки и людоедочки и там Шекспира хотя это оба языка человеческих и то невозможно передать что же говорить о небесах и тебе как ты это передашь в себе духовный авторитет это только то что происходит между тобой и им и пытаться выставлять это на показ спекулировать этим или влиять манипулировать этим всегда выглядит пошло все равно что интимная близость между мужем и женой это прекрасно но когда это пытаются публиковать там в интернете получается порнография есть некоторые вещи которые должны быть только между тобой и им куда третьим вход воспрещенный когда мы пытаемся выставлять это публично или тем более пытаться показать какой я мачо какой я молодец как я вон там с Богом близок выглядит всегда это пошло и ужасно поэтому какие твои мотивы для чего ты хочешь его знать чтобы быть круче чтобы церковь была больше чудеса были мощнее ну и получается христианская порнография я на прошлой неделе читал проповеди мейстера Экхарта я вот вам прочитаю один кусочек из его проповеди мне дочка сказала не читай папа я все равно прочитаю она говорит пап не поймут какая мне разница вот посмотрите просто когда ты начинаешь познавать его ты сразу чувствуешь разных людей в разных культурах в разные эпохи по запаху ты понимаешь а они то в теме не просто сотрясают воздух смотрите бог пишет мейстер Экхард в своей проповеди не имеет наименования ибо никто о нем ничего не может сказать или знать в этом смысле говорит один мудрец то что мы знаем и высказываем о первопричине это больше мы сами нежели первопричина ибо она выше всякого выражения и познания об этом говорит святой Августин наилучшее что может человек знать о Боге это уметь молчать от полноты премудрости внутреннего богатства поэтому молчи и не болтай о Боге ибо когда ты болтаешь о нем то ты лжешь творишь грех если хочешь быть без греха и совершенен то не болтай о Боге и познать о Боге ты ничего не можешь ибо он превыше всякого познания один мудрец говорит будь у меня Бог которого я мог бы познать не захотел бы я больше считать его за Бога если познал ты что-либо о нем то знай это не он ах как же мне быть тогда отрешись всецело от твоего излейся в тишину его сущности как было раньше он там ты здесь сомкнется тогда в единое мы знаете как проповедник долгое время хотел познать его для того чтобы как можно ярче проповедовать о нем рассказывать о нем одна из моих тем в библейской школе которую я преподавал много лет из которой меня приглашали в разные библейские школы это была тема атрибуты и характер Бога где мы все там разбирали он такой-то вот он такой-то сущий вездесущий всемогущий вечный все 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 разбирали пока однажды я понял все это лишь больше говорит о нас чем о нем потому что что бы ты ни говорил он больше даже когда ты говоришь Бог добрый об этом пишет Ансельм это неправда потому что в понятие доброты ты вкладываешь что-то свое а он больше любых твоих самых наивысших представлений о доброте поэтому все что я могу делать это только побуждать и приглашать познавать его входить в его присутствие потому что по большому счету сказать какой он нашим языком практически невозможно можно ли переживать сливаясь с ним не для того чтобы потом спекулировать своим красноречием а для того чтобы ты ощущал пульс танцуй его жизни и когда ты начинаешь ощущать то он и его духовный мир становится для тебя намного более реальным чем все то что мы здесь видим как говорила Катерина Кульман дух святой для меня реальнее чем все вы сидящие в зале вот почему я вам скажу честно совершенно не могу понять христиан которые увлечены компьютерными играми особенно такого много среди молодежи сидят и играют в компьютерные игры знаете вот Бог дал тебе такую игру которую ни один из разработчиков земли не сможет сделать играй играй а ты из этого мира который создал Господь где все так интересно уходишь в примитивную там доту вордов чего-то там тэнкс мэнкс у кого там слабовато стримы всякие смотрят знаете вот я помню в моем детстве были игры типа марио с такой музыкой и он такой сейчас смотришь пастор кто сегодня будет серьезно играть в марио сегодня такая графика так все круто зачем нам этот марио сегодня крутые игры вордов крафт всевозможные вот это круто а тут какой-то марио вот это тоже самое бог тебе такую графику создал дал тебе персонаж мужчина руки ноги дал цвет волос дал и ты уходишь из этой фантастической игры вордов тэнкс танкист это еще тупее чем играть в марио при современных играх да еще живые деньги этой крутой игры тратить на шлем какой-нибудь сияющий вы че тут такая игра что ой-ой-ой давай иди зарабатывай да тут еще так круто потому что какую бы ты крутую игру ты не играешь ты же понимаешь что это игра а тут такая игра где все вообще по настоящему а вообще по настоящему все неверующие даже и не знают что там кто-то за этим есть а мы с вами верующие знаем а и вот это и есть интересные духовные переживания когда ты понимаешь ты вдруг начинаешь ощущать уже здесь вот в этой игрушке уже начинаешь ощущать тот реальный мир и бог тебе говорит в слове там конечно не было компьютерная игра павел об этом не знал но он это говорил своим языком видимое временно кончится гейм изова невидимое вечно а мы не отсюда мы оттуда мы из того мира здесь находимся смотришь такой думаешь опа на персонаж в костюмчике такой сейчас проповедует и пойдет в машинку поехал домой как заработаешь сразу туда приезжай скажешь пастор но это долго так там люди днями ночами играют а я там читал одного он говорит чтобы в нашей игре нормально быть нужно минимум 6 часов в день минимум 6 часов в день надо поэтому сидят целыми сутками зарабатывают очки сиди здесь зарабатывай ну же это круче графика круче и люди как настоящие правильно же и убьют тебя сразу же игра закончена правильно сразу же там окажешься зачем вам примитив а зачем ни один самый супер разработчик игр не сделает так как господь все тут сделал все вообще круто правильно же круто мы понимаем не настоящее мы понимаем все это временно мы понимаем что все это материально оно все ветшает и тело ветшает и персонаж этот однажды все закончится с ним но есть кто-то кто вне этой игры и бог именно с ним хочет иметь дело царство божье внутри вас есть мы можем соединяться познавать его искать его и это реальность и это настоящая реальность знать откуда ты кто ты ты не от низших ты от высших ты от высших это и есть настоящая молитва настоящее поклонение это не скучные обряды потому что религия даже молитву сделала частью этой игры ритуалы обряды ритуалы обряды это не имеет ничего общего с реальностью соединения с тем кто вне этого мира где мы однажды с вами все окажемся но мы можем сегодня уже переживать и соединяться с этим вечным миром частью которого каждый из нас есть в нашем духе и последнее смотрите про пустыню здесь же в марка первой главе 45 стих после того как иисус исцелил прокаженного и прокаженный выйдя начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так что иисус не мог уже явно войти в город но находился вне в местах пустынных и приходили к нему отовсюду пустыня где происходит настоящее служение вы знаете это то место куда иисус уходил и прятался казалось бы иисус твое служение наделло ажиотаж телекомпании приехали снимать интервью берут уже вот у прокаженного взяли теперь у тебя сейчас возьмут прославишься ты что это шанс наконец-то всем сказать кто такой твой отец небесный но иисус понимал настоящее поклонение настоящее единение оно не для пиара не для рекламы не продвижения своего министр своих прекрасных проповедей вы знаете как много лет я хотел я стремился быть таким эффектным проповедником когда меня стали приглашать на телевизионные конференции как раздувалось мое эго когда я там проповедовал где-то в Киеве в Ледовом дворце в библейской школе и мне говорили это единственный проповедник из России кто может проповедовать здесь в Ледовом 10 тысяч людей и я думал да вот я этот проповедник как радовалось мое эго как это сильно походило на служение Господу но на самом деле лишь походило потому что там где пустыня ты понимаешь там смерть твоему эго там нечего выставлять или красоваться какой ты супер проповедник как ты хорошо говоришь как ты классно молишься какие чудеса происходят все это плоть и эго и ничего больше и говорит лишь о том этот человек не знает что такое пустыня и Иисус же уходил от этого ажиотажа уходил от этих восторженных толп потому что он это делал не для саморекламы он это делал потому что любил любил Бога любил людей пустыня это место где происходит настоящая победа над эгоизмом поэтому служение Христа было свободно от его я не случайно он говорил тот кто слышит меня не меня слышит слышит слова которые от небесного отца и дела которые я творю не от себя творю не от моего эго ведь Иисус был человек он был не только сыном Божьим но и сыном человеческим и как сын человеческий он говорил дела не от себя не от этого человека я вижу отца и потому творю и он призвал нас именно к этому служению к таким делам сказав дела которые я творю и вы сотворите не от себя а от него потому что там в этих пустынных местах вы служите ему не от себя так как он в этой бы не от себя не от себя и не от себя